Наверное, уже не осталось в нашей стране, да и за рубежом людей, не знающих Марию Сёмкину, урожденную Йофис. Если не довелось увидеть её в кино, а в фильмографии актрисы более 40 кинопроектов, значит могли увидеть в рекламных роликах, на постерах, а мужчины много лет любовались на фотографии красавицы в журналах Максим и Плейбои. В последнем, в 2000 году, она завоевала громкий титул «Девушка года» и потом несколько раз была девушкой месяца, до 2006 года. Сложно поверить, что в подростковом возрасте Мария была чрезмерно стеснительна и закомплексованной девочкой её считали гадким утёнком, и она сама была полностью согласна с этим мнением. К 16 годам Сёмкина расцвела, но тогда не оценила всю силу своей красоты. После школы поступила на экономический факультет Университета народного хозяйства в родном Ростове, а в 20 лет вышла замуж за однокурсника. Вскоре студентка стала мамой и, скорее всего, стала бы вести обычный образ жизни, какой в нашей стране ведут миллионы женщин, ясли садик, работа, дом. Но в её судьбу вмешался случай. Был у девушки друг-фотограф, который послал её снимки на конкурс, проводимый АИФ на Дону совместно с модельным агентством Image Elite, и она выиграла с Марией. Заключили договор и отправили в Москву. Там красавицы стали снимать для рекламы знаменитых брендов, ювелирных украшений, косметики, парфюмерии, нижнего белья и одежды, постеры с её изображением, украсили столицу и другие города России. А в 22 года она уже ходила по подиумам Японии, Франции, Италии, Южной Кореи. В кино попала Мария случайно в первые проекты. Её приглашали, как украшение её лицо уже было хорошо знакомо. И производителям фильмов и сериалов хотелось, чтобы оно мелькало на экране у девушки. Не было профильного образования, и она стеснялась называть себя актрисой, хотя снималась в 2000-х достаточно много. С 2006 года Сёмкиной стали доверять главные роли, и она всерьёз задумалась о поступлении в театральное училище. Но на учёбу тогда не было времени. Мария работала в разных странах, подолгу отсутствовала в Москве и смогла осуществить своё намерение лишь в 2011-м. Уже 15 лет актриса счастлива во втором браке, но личность своего мужа не раскрывает и фотографии его нигде не выкладывает, оставляя за собой право на личную жизнь. Зато 23-летний сын Михаил – частый гость на её страничке Instagram. Мария делится любыми новостями о его жизни и даже показала невесту. Сама она называет себя сейчас счастливая, путешествующая йогиня-актриса. Она уже много лет занимается этими практиками и участвует в международных йога-челленджах, путешествуя по миру и выкладывая обязательные фотоотчёты. Изредка она принимает предложения режиссёров сняться в кино, а также имеет действующий профиль на фэшн. Модель – директори. В свои 44 года Мария выглядит девчонкой, сохранив идеальную фигуру и задорный взгляд. Не стесняется она и показаться без макияжа, и та кажется ещё моложе. Она не переживает по поводу невостребованности в кинематографе, пробует себя в новых делах, например, с подругой из Японии открыла студию «Дизайн интерьера» и в настоящий момент усердно рекламирует её услуги. Они предлагают строительство домов, дизайн, декор, ремонт без стресса и обмана, обещают сделать ваш дом красивым и подобрать мебель. А вам нравится эта актриса? Пишите свои мысли в комментариях.